Игорь Тихонович, тут мне звонок поступил от нашего брата Игоря Глушкова. Он говорит, что там приехали бульдозеристы, которые у вас там на дамбе тоже работали. Говорит, будете еще продолжать поднимать их? Он вышел, а бульдозерист пешком идет, а на машине сидят двое. Один бывший милиционер участковый и родной брат его, видать, Лебедев, по миле, из села Корщина. Это для меня не просто так, приехали. Ты слышал, каждый день я молился, Николая работника пришли, Господи. Николая пришли, утром, вечером, в обед, ночью вставал. Я надоедаю моему Господу, а у него в это время покоя никакого нет. Молитва как рикошетом бьет его. Я, говорит, не могу дозвониться. Игорь, звоню, мертвая зона, ни одного телефона не знаю, пришлось ехать втроем. Я говорю, это молитва, молитва тебя заклинила, и ты никуда не уйдешь. Я говорю, так вот, если приедете, в прошлый раз я оплатил туда-сюда дорогу, 6 тысяч отдал, чтобы вы с меня это не... А работать-то вы не стали? Справедливо это будет? Он говорит, ну да. Ну давай, я говорю, когда? Ну, в понедельник, нет, я говорю, только завтра, завтра суббота. А вам в воскресенье нельзя работать? Я говорю, нет, в воскресенье мы не работаем. Ну, в понедельник, нет, погода может измениться. Вы понимаете, мне уезжать в город и не окончена платина, каково? Это ее сметет. А сделать там ничего нельзя, там трактор должен работать. Там, ну, много тонн земли надо, много. Все договорились все-таки, согласились, завтра не приеду. Кому звонить? Мой телефон. Я дал телефон, и вы сразу говорите. Первые слова, чтобы я не путался. Бальвазериста и скорчена. Давай испробуем. Он начинает мне звонить, я ему дал телефон, сам стою, отошел маленько. А он никак не может струнуть. А там музыка была. Да вам при чем музыка? Вы говорите. Я услышу, пока у меня три кнопки надо нажимать. Не просто так. Я говорю, может, только у Путина такой телефон есть. Показывает, а рублей 250 стоит. И не стал говорить, почему так. Ну и все. Если Господь благословит, и завтра они приедут, маленький дождик нам не помешает. Услышана молитва. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Матушка, помолись с нами маленько. Чтобы мы в молитве до Господа двое или трое, о чем согласятся. Вот мы согласились отблагодарить Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Слава тебе за Дух Святый, который побуждает людей отвечать на молитву. Аллилуйя. Да будут они успешны. Их до нас не знают тебя. И готовить Евангелие, подарить надо будет. Все. Аллилуйя. Вот еще доказательства. Он не хотел ехать никак. Никак. Земля не такая. И трактор там нет, а ремонт. Сейчас говорит, все. Говорит, заменили, все сделали, только работать. И втроем приехали опять. Ну все. Я не могу... Я знаю, говорит, просили, верили. А получили, не поверили. А почему? Ну, когда просили Петра, когда ночью-то я восполнил ангел, он стучится, а рода вышла, там служанка-то. И говорит, там Петр. Никто не поверил. А вся церковь о нем молилась. Но я поверил. Ты знаешь для меня, что это значит, сам? Какая громадная работа сделанная. Люди, которые заходили на это, приехали, плетели. Это вы все сделали. По интернету говорят, сделали. Так вы знаете, сколько это надо? Если бы нанимать-то, да никогда бы они не сделали. Плетень. 100 с лишним метров. Там только 80, и здесь около 100. Это, да, родно, Лазберский, тут и Пахмутов Юрий, и Вячеслав Семенов, и борцов Андрей, Александр. И Андрей там как-то, я уж не помню. Сколько тут людей-то было работали? Виталий Калиников. Тут еще кто у нас так было работал-то? Николай Астахов. А? Николай Астахов. Ну, то есть много работали людей. Ну, без работы не сидели. Клен буквально везде. Тонкие вырубили. Господи, слава тебе. Мы картошку заканчиваем. Покажи, какая у нас картошка. Маленькие. Вот, осталось сколько у тебя рядов? Раз, два, четыре ряда еще, да? Ну, сейчас матушка помогает. Выбрать бы должны сегодня мы. Мы близки к этому разрешению. Вот видишь, сколько. Вот огород. Сколько соток здесь всего? 11. 11 соток. О-о-о-о-о-о. Нам по 5 соток на работе добавили. От работы возили туда, пололи и прочее. Советская власть была. Сейчас я не знаю, помогают или нет. Ну, все. Все. Благодарю Господа Бога. Аллилуйя. Это матушка. Это матушка.